Сайт Умертяжелоатлетики даст интервью коллекционер и историк тяжелоатлетики Макаров Сергей из города Москвы. Сегодня у нас закончился второй день Кубка Президента. Он расскажет свое мнение о прошедшем сегодня соревновании, потому что он был на предыдущих двух. Есть с чем сравнить, тем более, что в СМИ так активно освещалось предыдущие события, а вот в этот раз не особо. Вот как твое мнение, Сергей? Ну, если сравнить рекламу первого, второго и третьего турнира, то, конечно, здесь огромная совершенно разница. Мы не знаем всех подробностей, вероятно, совершенно разный бюджет был у первого и третьего турнира. Ну, нам показалось при подготовке ко второму турниру, что, в общем-то, реклама там в разы меньше, а сейчас, оказывается, она может быть в разы меньше, чем в Санкт-Петербурге год назад. Конечно, для такого региона, как Московская область и Москва, вот то количество зрителей, которое было, особенно в первый день соревнований Кубка Президента, это просто недопустимо для такого международного турнира. Неправильно был дан день, место, ну и, главное, рекламная кампания. Ты имеешь в виду то, что пятницу захватили? Да. По общему мнению, это настолько неправильно. В Москве работают и выходные работают. Да, и из двух выходных люди бы смогли вырваться или на один день, или на второй, и то с большим трудом. А уж когда без выбора пятница и суббота, ну, конечно, сегодня было зрителей больше раза в два, в два с половиной. Ориентировочно мы несколько раз считали, сколько было зрителей вчера в первый день. 200 человек зрителей. Конечно, организаторы вам скажут, что было там ползала. Несколько человек мы специально посчитали. Вот сегодня было порядка 450-500 зрителей. Это очень мало для такого турнира. Тем более, сегодня был мировой рекорд, что большая редкость в современной тяжелой атлетике увидеть лично, своими глазами, мировой рекорд. Да. К сожалению, не было никакого анонса сделано, хотя бы процентной вероятности. Никто не сказал, не намекнул, что хоть есть какой-то шанс, чтобы приехать посмотреть на мировой рекорд. Очень обидно, очень обидно за это. А само имя, то, что Каширина, она всегда в форме, всегда в отличной даже форме, на любых соревнованиях. Ну, к сожалению, сроки турнира таковы. Это все говорят, что они как бы не располагают выступать не то, что на высшем уровне второй раз, а вообще выступать второй раз подряд. Что и большинство участников чемпионата мира, недавно в Польше, и как бы отказались от турнира. То есть, сроки неудачные. Это отмечают все. Вот. Конечно, многие другие накладки, которые организаторы делают. Ну, просто какое-то нежелание собрать зрителей. То есть, с одной стороны, такие огромные сметы для, нереальные сметы для тяжелокритических соревнований. С другой стороны, вот полное нежелание собрать полный зал. Мы сегодня не видели детей, юниоров, взрослых. Мы сегодня не видели тренеров из Москвы. Но мы и про соревнования-то узнали в последние дни. Да, да. А как по поводу участников? В прошлом году выступали спортсмены из Африки? Да нет. Из дружественных. Участников. Уровень результатов с каждым годом... Сейчас Азия, Европа. Ближе уже к России. Да нет. Уровень участников меньше. Сравните результаты первого, второго и третьего кубка. По категориям. Сравните результаты. Посмотрите, растет уровень результатов или падает. То есть даже сегодняшний рекорд, мировой рекорд в сумме, ну, на первом кубке президента было намного все круче. Я уж не говорю, зрители полный аншлаг, суббота и воскресенье. То есть в любом дворце спорта повторить такое, это успех. А вот, к сожалению, сегодня мы видим, что зрителей у нас все меньше и меньше на этих турнирах. Уровень участников все ниже и ниже. Если взять там и первые места в среднем, и не берем рекорд Татьяны Кошириной. Это рекорд тяжелой атлетики, это всегда событие, всегда праздник. Ну и совершенно для зрителей огромное количество вещей так и не продумано. Со звуком? Со звуком, с буфетом, с табло, которое должно быть для зрителей вовремя показываться и нормальным... С гардеробом, который закрыт. С гардеробом, который закрыт. Ну, со всеми моментами, с билетами, которые за три дня появились, и никто не мог достать. Ну, со всеми, со всеми, со всеми моментами, которые были. Вот тут не продумано, тут не продумано, тут не доделано, тут на это не подумали, тут это не стали делать. Но нельзя так относиться к турниру, который единственный международный турнир, который проводит Россия. Но если мы беремся, то надо выставлять уровень участников своих и каким-то образом стараться мировых звезд пригласить. Потому что у нас пока что мировые звезды не выступают в этом турнире ни в первом, ни во втором, ни в третьем. И российские половины спортсменов тоже не выступают. Значит, неправильные сроки. Не для наших спортсменов, не для мировой элиты тяжелой атлетики. Как думаешь, если бы Берестова допустили? Эффект какой-то был? Совершенно была бы другая ситуация. Даже с его результатами? Даже с его результатами, даже если он готовился бы в 105, даже если он готовился бы свыше, специально зная, что его допустят полтора-два месяца назад, совершенно была бы другая. Эффект в общем был бы, да? Абсолютно. То есть я вообще считаю, что украшение первого дня соревнований, это присутствие Дмитрия Клокова на соревнованиях и его деятельность популяризации тяжелой атлетики. Ну, украшение... Ну, оба дня, он два дня был. Да, нет, ну в первый день он просто как бы вытянул и зрителей, и всю ситуацию, и видеоролик там успел выложить. И вообще как бы люди узнали благодаря Клокову, во многом узнали, как бы вот, и пришли сегодня. Ну и, конечно, второй день это результат Татьяны Кошириной. То есть без этих двух событий, без Клокова, который 10 часов подряд раздавал автографы, бесплатные баннеры, там фотографии, и без сегодняшнего результата Кошириной, ну, про этот турнир бы можно было вообще забыть и понять, что в следующем году не будет ничего. Вот, очень понравилось выступление, например, детей. Да. Да, очень большой плюс турниру. Совершенно непонятно, зачем хореографические номера и... Вот это заполняемость свободного времени. И безумный звук. Я просил больше 10 людей, все жаловались, что звук такой не нужен на соревнованиях по тяжелой атлетике. Да, одно дело музыка, другое дело звук, при котором люди не могут разговаривать. На ухо, в какие-то моменты не могли даже на ухо друг другу сказать пару слов. Вот, тяжелая атлетика, это приходят люди, чтобы обсудить атлетов, обсудить вообще что-то, поговорить и пообщаться. Ну, вообще-то да. Когда невозможно разговаривать, в общем-то, в следующий раз, очень многие, особенно люди, так сказать, среднего и старшего возраста, они просто не придут на такие соревнования. У людей реально болит голова после 5 часов, нескольких категорий, с таким звуком. Может быть, волейбол, или баскетбол, или хоккей, когда всего полтора часа идет матч, да? Посидели, посетили соревнования, отдохнули после этого. Ну, тяжелая атлетика, извините меня, 7 часов подряд, 3 категории отсидеть под этот звук. Это совсем другая нагрузка. Нужна она, организаторы радуются, как мы здорово делаем. Ну, здорово, но вы опросите хотя бы 10 или 20 человек, здорово вы делаете, или это не нравится, наоборот, зрителям по тяжелой атлетике. Ну, а позитивные в целом-то. А позитивные, а позитивные. Все же удалось, красиво, красочно. Звезды, рекорды. Вот так вот, если не углубляться. А как зрители? А звезды, звезды. Вот, например, на первый турнир рекламировалось отдельно на сайте Кубка Президента, что будут приглашены такие, 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 такие-то олимпийские чемпионы. Не посудить. Ну, они одни за другим. Они приехали. Они приехали, как... Та же, как и наши некоторые. Нет, нет. По каким-то причинам не смогли. Олимпийские чемпионы прошлого. Они приехали посетить турнир, как почетные гости. Кто в этом году были почетные гости? Алексей Гурцов. Вот, ну, я думаю, зрители, штангисты хотели бы видеть совершенно других гостей, с кем хотели бы, у кого хотели взять автограф, с кем хотели бы сфотографироваться. То есть нам не нужны звезды эстрады, которые там пытаются, как бы, разнообразить тяжелую атлетику. И так три категории отсидеть в подряд, да, с четырех до одиннадцать, это, во-первых, достаточно серьезно. Это потратить весь выходной свой. Ну да, можно было, кстати, вместо вот этих номеров танцевальных вывести дедушку, представить его как чемпионом и показать хронику тех лет, когда он поднимал эти рекорды свои. Правильно? Тут важно еще. Вот, кого не пригласили, но, тем не менее, на соревнованиях присутствовали с Рукаева, с Ливенко, Евстюхина. Ни разу их не объявили, ни разу их не представили, ни разу зрителям не предложили подняться на второй этаж, называемую фан-зону, как мы ее назвали, чтобы там с ними сфотографироваться при хорошем освещении, взять автограф и сфотографироваться. Да, как они только туда поднимались, их тут же дети подбегали, взрослые, сфотографироваться, взять автограф. Но почему организаторам все равно? У них присутствуют такие люди по собственному желанию, даже не по приглашению. А организаторы, ну и что? Ну и пусть они там сидят где угодно, и пусть они там... То есть, в принципе, для болельщиков очень интересна вот эта вот фан-зона, то, что делал Дмитрий Клоков вокруг его торговой точки, то, что происходило просто вот от начала до конца и первой, второй. Ну, а Руслан Албегов, он же тоже там периодически? Да, да, любой спортсмен, который туда приходил. В принципе, да, это было очень хорошее место. Да, но очень многие зрители сидели подряд часами туда, не поднимались. Да, если бы в каждый перерыв не... Объявляли бы, что там... Уровни бы нас там, да, развлекали конкурсами какими-то, в общем, тоже достаточно подозрительными, да? Пожалуйста, поднимайтесь вот на второй этаж, общайтесь вот в этой зоне с чемпионами. Их бы они там часами бы не отпустили. Ну да. А в итоге, ну что, ну даже так сделаны тысячи и тысячи фотографий, которые сегодня появятся в интернете, да? Самые разные люди, и штангисты, и не штангисты, и те, кто случайно сюда попали. Просто поклонники там, Клокова. Вот они сегодня разместят в интернете огромное количество фотографий. Это вот эта реклама турнира. Вот на следующий такой турнир захотят люди прийти, если приглашаются, Клоков, там, другие звезды, которые сами не участвуют, но каким-то чудом они вот попали на соревнования, не пропустили эти соревнования. Ну, к сожалению, великих чемпионов прошлого не пригласили никого. Это, конечно, большой минус. Ну, а то, что, допустим, прошел третий кубок здесь, в Москве, вроде как мегаполис, ну, образно говоря, выкрутились, да? Александр, а я буду точнее. Мне было бы очень жалко, если бы он бы так бы прошел в Москве, все-таки в Подмосковье. Хорошо, да, в Подмосковье. В Подмосковье. Нет, я имел в виду следующее, в Салехарге. Там интересно, что будет. А там что будет? В любом небольшом городе собрать тысячу зрителей, это проще. Это сделать проще в любом небольшом городе. Вот. Пригласят ли туда звезд тяжелой клетки, сделают ли красивую картинку, к сожалению, в такие города намного меньше приедет гостей. Вот сейчас приехали люди из самых разных регионов, они ко мне подходили, мы знакомы, из самых разных регионов. Даже вот на такой турнир без звезд, который изначально был, как бы понятно, что тут все выступили на чемпионате мира, и эти звезды уже здесь не выступают. То есть даже на такой турнир приехали. Ну, представьте, если каким-то образом выступали бы действительно первые номера сборной России, и настоящие мировые звезды, как Ильин, там, как другие ребята. Все-таки, конечно, в Москву приехать проще, чем в Салехард. Простым болельщикам со всей России. Да. Ну, а общая тенденция, если зрителей будет все меньше, если реклама будет все меньше, если уровень результатов будет все ниже, ну, до чего это дойдет? В общем-то, любой человек поймет, что еще через год, через два, это что будет, последний турнир. То есть, или он, турнир растет по уровню, или он падает по уровню. Пока он падает по уровню результатов, и по зрительскому интересу, и по интересу телевидения, в последний момент не Евроспорт, не НТВ+, не показывают. А то они числятся спонсорами до сих пор вот на... Вот второй день сегодня, по-моему, выкладывали, потому что в интернете я уже получаю сообщение через почту, что выкладывают видео. Так что, может быть, сегодняшний день он появится в интернете в хорошем качестве. Ну, по сравнению с предыдущими двумя кубками, ведь намного меньше, я показываю каждую категорию, повторы этих категорий, да? То есть, было чего показывать. Если так, если тенденция сохранится, первый, второй и третий кубок, значит, что четвертый и пятый будут все слабее. А в итоге уже сегодня очень многие, кстати, не только болельщики, даже суди сказали, это что, последний кубок? Я говорю, расскажите, почему? Ну, косяков очень много разных было. И люди рассказывают, почему хуже, хуже. Вот подытожим, что все нормально. Соревнования нужны. Соревнования нужны международного уровня в России. Но хотелось бы, чтобы они проходили все лучше и лучше. Чтобы уровень участников был все выше, зрительский интерес все больше, рекламная кампания все серьезнее, интерес телевидения к этому все больше. Или в этом направлении развивается кубок президента, что хотелось бы. Или он ухудшается с каждым годом, что мы видим из трех кубков. Ну, будем надеяться, что это видео посмотрят и сделают выводы. Билеты поступят не за три дня и последние...